Вот бывают в жизни просто ошибки, а бывают ошибки, за которые не расплатишься. В прямом смысле слова. Я вот не знаю, как расплачивался капитан этого судна, не заметивший остров прямо по курсу. Когда машину оставляют в автосервисе, обычно владелец надеется, что её починят. И уж явно он не ожидает, что машина окажется сломанной буквально пополам. Двигатель для Боинга стоит примерно 18 миллионов долларов. Ну, плюс-минус. А теперь представьте себе состояние человека, который неверно припарковал погрузчик, из-за чего двигатель чуточку помяли. Привет, с вами канал Фактория. Прогресс – это, конечно, хорошо. Кто же спорит? Вот, например, двухуровневые гаражи – просто чудесное изобретение. Главное не забывать, что наверху может быть припаркован ещё один автомобиль, а то он сложится гармошкой. У человека начал тонуть катер. Досадный случай, не поспоришь. Поэтому он решил вытащить его на берег с помощью троса от своего автомобиля. Но что-то пошло не по плану, и машина тоже оказалась в воде. Тогда он попросил помощи своего друга, но машина друга тоже в итоге оказалась затоплена. А ведь мог утонуть всего лишь катер. Если уж приспичат куда-нибудь врезаться, то явно не стоит выбирать для этого автосалон Макларенс, припаркованный у входа новенькой машиной за 2 миллиона баксов. Вам тоже доводилось видеть что-нибудь впечатляющее, удивительное или интересное? Тогда быстрее присылайте свои фотографии по ссылкам в описании. Мы тоже хотим на всякое интересное посмотреть. Они умудрились перевернуть танк. Я не представляю, как это могло случиться. Я даже себе стоимость танка смутно представляю. Но подозреваю, что виновный не отделается простым выговором. Водитель школьного автобуса слишком резко затормозил. И надо же было такому случиться, что машина позади идеально совпала по форме с автобусом. Никто не пострадал, кроме кошелька водителя автобуса. Водитель просто забыл опустить кузов на самосвале. Вроде бы такая мелочь с кем не бывает. Но из-за этого он попутно снес целую стену здания. Знаете, как выглядит страшный сон страхового агента? Вот именно так он и выглядит, как три разбитых в дребезги Феррари. К счастью, с безопасностью там все как надо. Люди не пострадали, но вот машины жалко. Перед вами 5000 канадских долларов. Вот только их решили продезинфицировать в микроволновке. Я не знаю, как до этого можно было додуматься, но это была очень-очень плохая идея. Жил себе человек, который решил позаботиться об экологии и установил на собственную крышу солнечные батареи. А еще жил у этого человека сосед, который любил пострелять из своей воздушки по птичкам. Вот только пуля попала не в птичку, а в новенькую солнечную панель. Упс, кажется кто-то забыл, что аппарат МРТ это по своей сути гигантский магнит. И оставлять в комнате с ним металлическую тележку будет стоить очень дорого. Примерно 25 миллионов рублей. В Неваде построили новый городок. Чудесный, прям как с картинки. Вот только перед стройкой забыли проверить, что же находится под землей. А там находились старые гипсовые шахты, которые начали весело проваливаться вместе с домами. Хотите знать, что будет, если забыть в моторе какую-нибудь тряпочку? Что-что, огромные долги у такого горемастера будут, вот что. Уи-и-и, у самолетиков пенная вечеринка! Ну да, и эту вечеринку устроил один из служащих, который случайно нажал кнопку пожарной тревоги. И весь ангар с истребителями залило пеной. Ну, подумаешь, немного неправильно установили опору вышки, из-за чего она опрокинулась и сломала пополам крышу дорогущего особняка. Не уверен, что какая-нибудь страховка это может покрыть. Каждый в глубине души мечтает о собственной игровой комнате. Вот у парня была такая, в ней было 30 разных игровых систем и коллекция из 2000 игр. И все это сгорело из-за того, что он забыл выключить ночник, который оказался неисправным. Если у вас есть Порш и Собака, то этим двум вещам следует радоваться по отдельности. А вот идея запереть их обоих в одном гараже закончится плохо, потому что Собака решила немного подправить дизайн дорогущей машины. Уоу! Спокойно! Не пугайтесь! Ребята, я на одну минуту. Дело в том, что у меня на моем личном YouTube-канале вышла первая серия моего интернет-сериала. И я хочу пригласить каждого из вас на премьеру первой серии. И даже покажу вам трейлер. У меня нет ни связи, ни денег. Я обычный парень из провинциального городка. Твоя жизнь начнет меняться. Нужны ли деньги и связи для того, чтобы стать популярным? Давайте проверим. Вы наверняка слышали выражение «Сервер упал». Так вот, иногда под словом «упал» подразумевают не техническую неполадку, а то, что он действительно упал и разлетелся в дребезги. Это обычный магазинчик коллекционных вин. Увы, в этом магазине есть один маленький изъян. Очень ненадежная полка для хранения вин. Поэтому теперь это разорившийся магазинчик. Вы себе представляете, что такое огромный круизный лайнер? Это же настоящий город, который может плавать по океану. А теперь представьте, сколько будет стоить, если столкнуться два таких города. Это обычная ленточная пила. Но кое-кто забыл проверить бревно на наличие в нем металла. Поэтому пила, наткнувшись на гвоздь, сказала «Да ну нафиг!» и отказалась работать в таких условиях. Парковка на пляже запрещена не только по экологическим причинам, но и по логическим. Так что жалобы от тех, кто решил оставить машину на песочке, не принимаются. Вот, я всегда был уверен, что интернет добывают из земли, как полезные ископаемые. Наконец-то я получил этому подтверждение. Видите, человек намотал на бур все телефонные и интернет-провода этого района. Да, экскаватор машина, конечно, мощная, но оставлять его на пляже было очень плохой идеей. Его ведь теперь выкопать нечем. Вот это, наверное, самый топ. Я себе просто пытаюсь представить объяснительную этого человека. Извините, я случайно забыл закрепить спутник стоимостью 290 миллионов долларов, поэтому он упал и сломался. А, ну, подумаешь, водитель цементовоза немножко перепутал рычаги и вылил чуть-чуть цемента на припаркованную машину. Это же не страшно? Наверняка отмоется. Если вы думаете, что открыть спасательный плод внутри салона самолета – это весело, то я вас уверяю, бортпроводнику, который совершил эту ошибку, было совсем не до смеха. Один из рабочих при заправке истребитель не соблюдал технику пожарной безопасности. Итог, от истребителя осталось одно воспоминание. Но зато уверен, что для рабочего это будет самое яркое воспоминание в жизни. Этот потрясающий хрустальный замок стоил 65 тысяч долларов и был настоящим произведением искусства. Знаете, что с ним случилось? Детишки бегали по музею и разбили этот прекрасный экспонат. Я так понимаю, это фото на память перед увольнением, после того, как бригада перевернула огроменный карьерный самосвал. Когда перевозите лодку, следует внимательно относиться к ее креплению. Потому что если вы резко остановитесь, она может поехать вперед без вас. Да уж, ставить самые большие банки с краской на самый верх было не лучшей идеей. Надеюсь, они догадаются просто перекрасить весь пол в магазине, раз уж подвернулся такой случай. Ну не поместился автовоз на заправку, ну самую малость. Что из-за этого столько шума устраивать? Ну снес он крышу, ну потребовался кран. Это же мелочи! Наверняка это не самая дорогая ошибка, но ракурс этой фотографии очень впечатляет. Да и вообще, когда машина помещается в ливневую канализацию, что-то с этой машиной не в порядке. Парень на мотоцикле решил показать крутой трюк, проехавшись по бордюру. Вот только своих возможностей он не рассчитал и проехался не только по бордюру, но и по капотам десятка новеньких машин, стоявших у автосалона. Стена из трехсот световых панелей, приготовленная для концерта, просто рухнула на сцену, потому что один из монтажников немного неправильно ее закрепил. Это, конечно, здорово, когда по дорогам катаются автопылесосы и собирают грязь. Плохо, когда они заезжают на деревянный мост и счищают его не хуже грязи. Да как это возможно вообще? Даже не представляю, как можно посадить вертолет боком на автобус. Хорошо, что хотя бы людей поблизости не было в этот момент. Ну, чуточку, вот самую малость, ну капельку не попал. Как пилот потом оправдывался за такую посадку, даже подумать страшно. Так и представляю, как из автосервиса звонят владельцу этой машины и говорят. Вы знаете, тут ваша машина совсем того, чуть-чуть, полностью нафиг развалилась. Но вы не переживайте, мы ее соберем как-нибудь обратно, если получится. Многие любят что-то коллекционировать. Вот некоторые игрушечные машинки собирают, а кто-то коллекционирует настоящие. И хранил человек свою коллекцию в одном гараже, который сгорел дотла за одну ночь. Ущерб примерно 4 миллиона долларов. 50 тысяч литров дорогущего вина вылилось на землю в Испании из-за неисправного запорного механизма цистерны. Смотреть на это фото без боли в сердце просто невозможно. На этом корабле было больше 4 тысяч новых иномарок, но из-за ошибки капитана судно село на мель и затонуло. В результате его отправили на металлолом вместе со всеми машинами. Молодые люди зашли в музей и увидели картину, рядом с которой стояли банки с краской и кистью. Они подумали, что это такое развлечение для посетителей, и тоже добавили к работе пару штрихов. Вот только эта картина стоила 500 тысяч долларов. Как думаете, сколько может стоить ростовая фигура из Лего? Я вам подскажу, конкретно вот эта стоила 15 тысяч баксов, но простояла она ровно полчаса, после чего ее сломал ребенок одного из посетителей выставки. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои фотографии по ссылкам в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok